Прямо сейчас о погоде. В Серове сегодня облачно, минус 21, минус 23. В Нижнем Тагиле будет значительная облачность. Синоптики обещают температуру минус 16, минус 18. Погода в Каменске-Уральском нас не обрадует и покажет на термометрах минус 21, минус 23. Ну и в столице Урала, в Екатеринбурге будет пасмурная погода, температура за окном до минус 18 и ветер холодный 5-7 метров в секунду. Слушай, мне кажется, даже в студии немного похолодало тебе, не кажется? Ну, ощущается кое-какой мороз. Ну, как кое-какой? Такой серьезный, я бы его назвал даже Урал-мороз. Доброе морозное утро! Здравствуйте! Доброе утро, Урал-мороз! Вот почему так холодно. Здравствуйте, здравствуйте, Дима и Соня, здравствуйте, дети и взрослые. Хорошо ли вы себя вели в этом году? Я да, я да. Я был прилежным ведущим и отличным мужчиной. Молодцы! А вы знаете, что сегодня день рождения у моего старшего брата, Деда Мороза. Давайте вместе его поздравим. Готовы? Готовы! Днем рождения, Дед Мороз! Ощущение, что мы снова на утреннике в детском саду. Спасибо вам, Урал-мороз! Только на утреннике мы никогда не поздравляли с днем рождения Деда Мороза, а потому что сегодня, 18 ноября, действительно день рождения Деда Мороза. Урал-мороз, вот хотим вас спросить, как празднуют день рождения настоящие, ну это не назвать вас сказочными героями, но героями нашего времени? Обычно на день рождения мы, как и в Новый год, наряжаем елку, собираем гостей, веселимся, катаемся с горки, на санях, водим хороводы, поем песни, а вечером вместе с нашими волшебными помощниками, снеговиками и зайчиками садимся за стол и читаем детские письма. О чем, вот можно узнать, о чем в основном просят дети? Есть у вас какая-то такая статистика? Ну, я, конечно, не статистическое ведомство, но вот дети, они либо очень-очень современные, какие-то интересные современные гаджеты просят, каждый год что-то новое, либо, как и все дети во все времена, о чем-нибудь очень хорошем, котенка, щеночка, попугайчика, а некоторые, чтобы просто все было хорошо. Какие дети у нас молодцы! Ну, Урал-мороз, вот вы дарите детям подарки, а кто дарит вам подарки? Другие зимние волшебники, Елупуки из Финляндии, Шохин из Китая, Кышбаба из Казани. Ух ты! Обычно дарят новый посох, варежки, валенки, украшения для саней, но больше всего мы любим получать в подарок письма от детишек с рисунками, стишками, поделками и рассказами о собственных достижениях. Ну, вот мы сегодня разговариваем о празднике, о дне рождения Деда Мороза, но я не знаю совершенно уж, простите, когда день рождения у вас? Расскажите нам. У меня, у Урал-мороза, день рождения 1 декабря, первый день зимы. Ой, так осталось совсем недолго. Скажите, что бы вы хотели получить на свой день рождения? Может быть, у вас уже посох потрепался, как-то, хотя смотрю, вроде новый, может быть, валенки прохудились. Расскажите, мы как-то соберемся все вместе, скинемся, что говорится, подарим вам подарок. Ну, о себе я так думать не привык, поэтому я буду рад любому вашему подарку, главное, чтобы он был от чистого сердца. Ну, тогда будем писать письма, раз посох не нужно. И рисунки мы можем. Естественно. Ура, Мороз, ну вот до Нового года осталось 44 дня. Скажите, что вам нужно успеть за это время сделать? Самое главное, это успеть прочитать все детские письма и собрать подарки. Кроме того, каждый год я придумываю новые игры и загадки для тех, кто приедет ко мне на Новый год. Полным ходом идет обустройство теремного дворца Урал Мороза, куда всех вас приглашаю, буду очень рад видеть. Мы обязательно заедем. А скажите, а у вас есть олени? Ты долго не решалась, простите. Есть олени у вас? Я, Урал Мороз и Дедушка Мороз, мы ездим на санях, запряженных лошадьми, а на оленях летает Санта-Клаус. Вот, вот она моя ошибка, понимаешь, где? Закралась. Перепутала, перепутала все. Ну что ж, Урал Мороз. Правда, до Нового года совсем немного времени. Уже на улицах стоят елки наряженные, уже люди некоторые бегают по магазинам, закупаются подарками, да подешевле, пока не повысили сцены в магазинах. Давай мы вместе с тобой поздравим уже всех жителей Свердловской области с наступающими новогодними праздниками и пожелаем чего-нибудь такого, что еще никто не желал. Попробуем? Давай. Ну что ж, дорогие жители Свердловской области, я вот начну. Мы вас поздравляем с началом этих новогодних праздников, хоть до них осталось еще достаточно много времени, но готовиться нужно уже сейчас. Я желаю вам полтора месяца провести продуктивно, оливье, конечно, не готовить, но, как сказал Дима, закупиться подарками, чтобы все у вас было упаковано, красиво сложено в ожидании праздника. Ну что ж, дедушка, от вас что-нибудь? А я хочу пожелать, чтобы, несмотря ни на что, вы продолжали верить в чудеса, потому что я настоящий. Вот, друзья, у нас был в гостях настоящий Урал-Мороз из парка сказов. И напоминаем вам, что до Нового года осталось всего 44 дня. Буквально завтра он наступит. Итак, прямо сейчас мы вам расскажем о событиях, которые произойдут в столице Урала в ближайшее время. Это будет рубрика «Афиша». Ну и конкретно расскажем о спектакле «Неоконченный роман», потому что к нам в Викторинбурге едут Мария Порошина и Ярослав Бойко. Подробности прямо сейчас в «Афише». Продолжение следует...